Заместитель командира батальона 36-й танковой бригады Лейков Андрей Леонардович 11 сентября 1943 года вёл в бой группу танков и дорота пехоты. В это время шла Донбассская операция, и войска Южного фронта с тяжёлыми боями освобождали от оккупантов один советский город за другим. Немцы тогда массово применяли стратегию выжженной земли, и поэтому Красная армия, чтобы воспрепятствовать этому, часто переходила в атаку на сильно укреплённые немецкие позиции, не дожидаясь основных сил сразу же передовыми частями. Капитану Лейкову приказали взять село Старомайорское, важный узел обороны противника. На подступах к этому населённому пункту, проявляя личное мужество и бесстрашие, он ворвался на своём танке на позиции врага и огнём из пушки и гусеницами уничтожил четыре артиллерийских орудия, огонь которых мешал продвижению нашей пехоты. Воодушевлённый отвагой своего командира, остальные танки ринулись в прорыв и ушли к селу, а машина Андрея Леонардовича застряла в окопе. В этот момент к месту прорыва подошли немецкие подкрепления, и на советский танк обрушился сильный немецкий контрудар. Экипаж сначала отбивал яростные атаки врага огнём танковой пушки и пулемётами, а потом случилось что-то невообразимое. Когда у танкистов кончились боеприпасы, они выскочили из люков и вступили в рукопашный бой. Капитан Лейков, умело применяя автомат, уничтожил 10 гитлеровцев, но и сам получил пулевое ранение. Невзирая на боль, он продолжил сражение и ещё уничтожил 14 фашистов, и второй раз был ранен. В этот момент боевой дух противника уже был сломлен, и немцы стали отступать, а капитан Лейков догнал двух убегающих от него вражеских офицеров, и одного из них убил сильным ударом прикладом своего автомата. Второй же офицер вермахта развернулся и выстрелил в советского капитана из пистолета в упор, и в третий раз его ранил, но это уже немца не спасло. Из последних сил Лейков набросился на оставшегося врага и в рукопашной схватке задушил его голыми руками. Андрей Леонардович, несмотря на три ранения, не покинул поле боя, одогнав подчинённые ему части, продолжил руководить сражением. Село Старомайорское в итоге было полностью освобождено от оккупантов, а смелый капитан до конца дня получил ещё два ранения. Только после того, как его группа выполнила поставленную перед ней боевую задачу, Лейков отправился в госпиталь. За этот подвиг 19 марта 1944 года капитан Лейков Андрей Леонардович был удостоен звания Героя Советского Союза. Удивительно, но этот подвиг, как и сам герой его совершивший, совершенно неизвестен широкой публике. Родился Андрей Лейков 3 июня 1904 года в городе Ельце Липецкой области. До войны он работал летейщиком, а после призыва в 1923 году в ряды Красной Армии стал строить карьеру военного. После Великой Отечественной герой окончил высшую офицерскую бронетанковую школу и, уволившись в запас, проживал и работал в Белоруссии в городе Бобруйске. Друзья, если вы хотите поддержать данный проект, подписывайтесь на Бусти, ссылка в описании. До свидания.